19 августа Православная Церковь отмечает один из важных христианских праздников – Преображение Господня. В народе он носит название «Яблочный Спас». В этот день принято освящать новый урожай. 14 августа православные отмечали Медовый Спас, а 19 августа – Преображение Господне, или как его еще называют в народе – Яблочный Спас. До Яблочного Спаса не разрешалось есть плоды с нового урожая, а вот в Яблочный Спас наоборот – плоды есть можно, но перед этим необходимо осветить их в церкви. В народном календаре православных славян – это один из первых праздников урожая, день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась к осени и зиме. Освящение плодов – это выражение дара Богу от благословленной им природы. Вообще, Спас – так по-церковнославянски кратко именуется Спаситель. Когда Христос вошел на гору, взяв с собой трех ближайших учеников – апостолов Петра, Иакова и Иоанна, и преобразился пред ними на вершине горы Фаворской, преобразился, явив свою славу. Его лицо просияло так, что ученики, устрашившись, пали на землю, и одежда сияла белее, чем снег. Поэтому я поздравляю всех северян нашей северной земли с этим великим, престольным, особым и преображающим человеческие души праздником, с преображением Господним. Преображение показывает, что в Иисусе Христе соединены два естества – божественное и человеческое. По словам Иоанна Златоуста, преображение произошло, дабы показать нам будущее преображения наше. Яблоки, освященные в церкви, считались особенными. Ими угощали не только родственников, но и незнакомых людей. Здравствуйте! А вы знаете, какой сегодня праздник, ребят? Знаете? Яблочный спас. Яблочный спас, совершенно верно. И существует поверье, что если вы откусите яблочко и загадаете желание, оно обязательно сбудется. Берите по яблочку, они у нас освященные. Спасибо огромное. Загадали? Да, загадали. Откусывайте? Спасибо. О, точно сбудется. Бери яблочко. Загадала желание? Да. Откусывай. Яблочный спас. Конечно. Так что загадывайте желание, белите яблочко и откусывайте, потому что есть такое поверье. Так, чтобы море и мое процветало, чтобы каждому человеку здесь жилось хорошо, уютно, тепло, светло. И в достатке самое главное. Хорошо касайте. Спасибо. Вам спасибо. В деревнях девушки, разговляясь яблоками, думали о женихах, приговаривали, что загадано, то надумано, что надумано, то сбудется, что сбудется, не минуется. Принято считать, что ночью после спаса становится холоднее. С преображения начинается жатва ярового хлеба и посев озимой ржи. Люди в этот день стараются соблюдать обычаи и верят в приметы. Ну, если сегодня будет тепло, значит, январь будет теплым. Следующий спас – Ореховый, который отмечается 29 августа.